Восьмой гражданский форум по вопросам здравоохранения Подмосковья здоровье прошел в Долгопрудном. Участники, среди которых были и представители Лобни, смогли задать актуальные вопросы министру здравоохранения Московской области Светлане Стрюгунковой. Подробнее в нашем репортаже. Площадкой для проведения форума был выбран Дом культуры вперед. Здесь в фойе каждый желающий мог пройти медицинское обследование, в том числе первую часть углубленной диспансеризации, а также вакцинацию от COVID-19 и гриппа в мобильном центре здоровья. Об актуальных проблемах в сфере здравоохранения во время форума рассказали представители муниципальных общественных палат. Так, среди вопросов, связанных с нашим городом, председатель общественной палаты Дмитрий Винцукевич обратил внимание на необходимость перепланировки приемного отделения городской больницы. В поручении губернатора мы разрабатываем стандартный стационар, чтобы тоже при ремонте все учитывались необходимые изменения, в первую очередь приемных отделений, чтобы там все было, кабинеты лучевой диагностики, все необходимые специалисты размещались. Ну, удобная логистика была, поэтому мы до конца года этот стандарт тоже утвердим для того, чтобы начать с следующего года уже изменять и делать ремонты в соответствии с современным требованиями, конечно. Общественный контроль, проведенный общественной палатой, выявил большое количество жалоб на питание в больнице. Меры были приняты незамедлительно. Заменено технологическое оборудование и изменена технология приготовления блюд. Еще один важный вопрос – высокая степень износа автомобилей для перевозки пациентов, нуждающихся в гемодиализе. По словам Павла Прокофьева, сейчас в распоряжении больницы находятся две такие машины, но обе уже выработали свой ресурс. Предлагаю вам обратиться, я тоже скажу, на наши скорые помощи. У них освобождаются машины, ну, более-менее свежие, там, 19-20-х года, скорой. Можно попросить машину, которую мы могли бы передать в больницу для перевозки пациентов, с гемодиализацией. С транспортом удастся решить вопрос намного быстрее, чем мы подавали просто заявку на новый автомобиль. Может быть, за счет подстанции скорой помощи нам смогут передать автомобиль, и мы сегодня помощь нашим пациентам для гемодиализа будем оказываться на более свежем машине. Кроме того, во время выступления Дмитрий Венцукевич поднял ряд других важных для города вопросов. Необходимость установки системы вентиляции в Луговской поликлинике, замены оборудования в городской стоматологии, расширение детского поликлинического отделения. Большое количество жалоб от жителей поступает к общественникам в связи с невозможностью записаться на прием к терапевту через портал Госуслуг, так как запись к ним закрыта. Специалисты ведут прием в порядке живой очереди. Открытие записи, по словам Павла Прокофьева, сильно на ситуацию не повлияет в связи с изменением эпидемиологической обстановки. Это не избавит от очереди, потому что все равно прием в порядке живой очереди останется, и он объективно связан только с тем, что большинство врачей и терапевтов выведено на обеспечение вызовов на дому. То есть ситуация обусловлена эпидподъемом, не более того. Фактически число вызовов увеличилось в три раза. Жители города знают, что сейчас, допустим, больничные листы закрывают врачи-специалисты, лор сидит на приеме. Ну, это вынужденная мера, потому что просто не хватает человеческого ресурса. Как только ситуация стабилизируется, и большинство врачей вернется в обычный привычный рентген приема, мы вернемся к нашему прежнему формату, потому что, когда все терапевты на приеме, у нас запись была доступна день, максимум два. На большинство вопросов ответы были получены, какие-то вопросы министр Светлана Анатольевна взяла на заметку. Мы надеемся, обратная связь будет и будут перемены. Помимо обсуждения проблем, озвученных представителями муниципалитетов, интересующий вопрос во время форума мог задать каждый желающий, причем не только из зала, но и в режиме онлайн. Отметим, что задать вопрос по теме здравоохранения можно не только на подобных встречах. В большинстве городских округов телеграм-чаты «Подмосковье здоровье» работают. Туда можно обращаться с 8 до 20 каждый день, кроме воскресенья. Помимо этого, у нас есть Добродел, у нас есть электронная почта и общественная приемная общественной палаты Московской области. Есть подобные форумы, где мы обсуждаем проблемы. Есть мой инстаграм Мартынов Евгений, куда можно написать в директ, я всем отвечаю. Поэтому любыми способами с нами можно связаться. По итогам прошедшего 8 форума, а всего их запланировано 20, будет составлена резолюция, включающая все озвученные вопросы. По каждому пункту Министерство здравоохранения Московской области вместе с главными врачами на территориях даст ответ. За решением вопросов будут наблюдать городские общественные палаты.